Друзья, всем привет! В этот прекрасный воскресный морозный день решил выехать не на рыбалку, а съездить, попробовать проверить свой леший при температуре минус 21 градус. На что он способен, будет ли он вообще стрелять. Поверил в себя, поставил там позади мишени на 80, 100 и 151 метр. Не знаю, реально ли вообще попасть. Сегодня на другом автомобиле, мой в ремонте, поэтому на аренду. Стрелять особо неудобно, буду стрелять из стойки, либо вообще из окна. Ну все, смотрим, что из этого получится. Купил вот такой вот прибор, дальномер, Leica Rangemaster 1200. Прикольная вещь, ну покупал с рук, не знаю, дорого-недорого, 18 тысяч у меня обошелся, 17 тысяч у меня обошелся. Вот, и благодаря ему уже более точно можно выставить. В общем, на камеру не показать, тем более очень холодно. Ааа, вообще дубак. Минус 21. Бррр, рука отмерзает. Ладно, в общем прибор крутой, я мерил, километр легко берет. Вот эти все дистанции, 100, 50 там и так далее, тоже вполне мерят. Сейчас леший у нас с новой колбой, с увеличенной, поэтому перезаправляться придется гораздо реже. Пулями теми же, грамм 0,30, других у меня пока нет. Не заказал. Блин, в машине тоже что-то конец, лыжи, ботинки, какой-то пакет, все такое. Маленький автомобиль быстро заполняется всяким хламом. Ладно, приступим. Попробуем из машины, прямо из окна, на 80 метров. Не хочу что-то винтовочку охлаждать на улице, будем таким вот образом. На самом деле так-то удобно. Так, на 100 метров вижу, а на 80 метров мишень перекрывается кустами. Блин, установил, не посмотрев. Так, в общем попробуем на 100 метров попасть. Получится или нет, не знаю. Все, к стрельбе готов. Стреляем в крайнюю левую. Не, нифига. Не попадаю. 6 пуль выпустил. В общем, по-моему, не выпал никуда. Пойду посмотрю. Не, пойдем, поправки потом сделаю. На 50 еще было метров поставить мишеньку. У меня одна вроде как осталась, сейчас поставлю на 50. Какие от меня в этот раз мишени импровизированные. Забыл коробки взять. Вот 100 метров. На 100 метров они стоят. Вот автомобиль. Первая пристрелочная. Молоко. А нет, нифига. Не молоко. Раз, два, три. Три попадания есть в А4. Это я вот такой пристрелочный. На самом деле горизонт нормальный. Здесь надо маленько влево брать, откорректировать. Круто, круто. Так. Особенно три мишенька стоят. И там еще на 150. Потому что я, конечно, в себя излишне поверил, наверное. Ладно. Попробуем. Здесь у меня еще на 80. Отметка. На 80 метров. Потому что как-то зафиксировал. Но я не видно из-за кустов. Сейчас, кстати, пошибаю веточки. И будет нормально. Давление с... Вот где? Давление с... Было 200. С 6 выстрелов вот упало. До 170 на этом баллоне. Ну и тут холод еще непонятно. В машине тоже не жарко. Ну что, прикольно. Со 100 метров попал. Как бы в А4 сейчас откорректирую. Маленечко по горизонту. И думаю, что... Может, уже в центр получится. Так. Все. Продолжаем. Опять-таки 100 метров. И... В ту же мишень попробуем. Она еще не испорчена. На самом деле, из машины удобно. Я вам скажу. Так, готов. Не вижу. Так. Не в ту сторону, что ли, поправку внес? Наверное, не в ту сторону. Блин. Пойду проверю. Опять-шесть патронов. Вон она. Да. Зима у нас наступила мощная. Цель где-то была минус 5, минус 7. Сегодня раз. Минус 21. Хотели на рыбалку пойти, но... Че-то, блин, хотел еще сына взять с собой. В такую погоду пожалел. Ладно. На следующие выходные запланировали мощную поездку. Куча народу собирается. Сейчас поедем на море. Либо за корюшкой, либо за налогой. Посмотрим. Так, поглядим. Ага. Вот это мои предыдущие. Раз, два, три, четыре. И вот нынешние попадания. Посмотрите, как круто. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут, наверное, даже может быть и шесть. То есть, классно. Стал уже попадать. Достаточно уверенно. Супер, супер. Еще немножечко поправку нужно взять. Целился сюда. Попал правее. Ну, вот еще шести выстрелов. Было давление 170. Сейчас. Ну, сто... Ой-ой-ой. А, да. Ну, было сто... 180 даже, наверное. Сейчас 165. Ну, прикольно. Гораздо эффективнее с этим баллоном. Классная штука. Не зря я ее купил. Так. Еще вносим поправочки по горизонту. И думаю, что уже смогу попасть где-то ближе к центру. Все. К стрельбе готов. Давление пока еще предостаточно. Я думаю, что... Да, в зимней одежде такая прикладка уже... Как-нибудь... Все по-другому. Так, где у меня мишень? Ага. Мишень нашел. Шесть патрончиков. Что-то восемь жалко выпускать. Думаю, шести достаточно. Так. Все. Пойдем посмотрим, что у нас получилось. Да, шапуна обязательно взять. Минус 21. Можно нормально обморозиться. Ух, пойдем. Еще ветерок небольшой присутствует. Но это, мне кажется, ерунда. Такой. Может, метр или... Два метра, может, секунду максимум. Так. Что у нас теперь получается? Вот первый раз я стрелял. Второй раз. И вот получается... Ох ты, кто тут вывало? Перебило. Третья куча. Уже более-менее. Раз. Даже в центр упало две. Ну, почти в центр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть должно быть. Ну да, седьмая, наверное, какая-то относится. Не знаю. А потом на видео посмотрим. Ну вот, смотрите. Уже более-менее. Классно. Сто метров. В комментариях под одним из видео у меня человек писал, что на ста метрах если ты стреляешь больше, чем 10 сантиметров, то это полная хрень. Ну, наверное, да, соглашусь. Сейчас я вижу, что можно попадать и в гораздо меньшие мишени. Интересно. Ладно, продолжим. Езжу уже неделю на таком авто. Ну, пока мы в ремонте. На самом деле, прикольно. Маленькая машинка удобненькая. Вообще класс. Расход никакой. По городу идеальный. Задумываюсь, блин, о покупке другого автомобиля уже. Уже близко к центру. Сейчас еще небольшие поправочки внесем. Я там не знаю, как нужно все это правильно делать, пока тему до конца не изучил. Но так, по ощущениям, грубо говоря, по кликам, вот это, наверное, будет уже идеально. Продолжим. Еще в ту же мишень попробую. Да нет, хотя, наверное, уже на соседнюю. В общем, сейчас в новый, в чистый лист попробую пострелять. По-прежнему 100 метров. Так, 150 вижу. А вот и 100. Ага, к стрельбе готов. Блин. Немножко все равно дерганье есть. Не, гуляет. Гуляет рука. Блин, неудобно. Все равно хождение какое-то присутствует. Блин, влево пульки пошли. Видимо, перекрутил. Перекрутил прицел. Все ушли влево. Сейчас подкорректирую. Еще раз попробую. Шесть пуль. Вот так вот. Все должно получиться сейчас. Все равно тяжеловато. Хождение как бы оно есть. И я чувствую сам, что момент выстрела маленечко рука дрожит. Ствол уходит маленько. Право, влево все равно. Хождение есть. Ладно, пойдем посмотрим. Так, смотрим. Смотрим. Ну вот первая, так скажем, куча. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, не знаю, может быть, еще правее ушла. Хотя они должны быть все здесь. Или здесь может быть два. И вот вторая куча. Вот она вся здесь. Тут, наверное, два даже. Раз, два. Все в одно место попал. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, все здесь должны быть. Вот так. Центр пока пуст. С настройками я тут переиграл, конечно. Данные такие. Получается, с шести барабанчиков по шесть пулек. Или пять раз я стрелял. Раз, два, три, четыре, пять. А, пять барабанов по шесть. То есть, тридцать пулек, да? С двухсот до сто сорока пяти давали не упало. Ну, круто, приемлемо. Чем мы подзаправимся. Все под рукой у нас. Так, где он скручивается. Все, до двухсот больше не выдает. Ну, этого нормально, хватит. Все очень удобно. Порт закрываем. Так, еще раз. Немного откорректировал оптику. Сейчас попробую попасть в третью правую мишень, которая у меня находится на ста метрах. Вот. И попробуем собрать в этот раз какую-нибудь кучу. Не знаю, получится или нет. Увидим. Сначала надо увидеть, конечно, мишень. А, вот. Блин. Все равно хождение есть. Как бы так зафиксироваться-то, а? Чтоб... Так как оттянуться далеко. Да, из-за того хождения очень много ошибок и возникает. Но неудобно из машины. Неудобно. А, блин. Короче, руки гуляют. И... Я понимаю, что результат будет никакой, если это хождение не исключить. Все. 8. Все. Ну, ладно. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим эту мишеньку правую. И заодно заменю все остальные. Еще попробуем в три пострелять на 100 метров. Так. Сколько-то у меня еще осталось. Здесь... Да, в принципе, достаточно. Так. Подходим. Мишеньки. Все-таки с настройком я тут переиграл оптики. Правее пули улетают. Сначала левее улетали. Вот здесь. Тут правее. Блин. Надо разбираться. Но вот так вот. Все равно разброс очень большой. Надо упор посерьезнее делать. Там, видите, у меня вдалеке он на 150 метров висит. 151 точнее. Повещи попаду или я сегодня попробую. Ладно. Сейчас заменим мишеньки. Такие полосочки от выстрелов. Борозды. Классно. Ух. Какой рассвет сегодня у нас. Хотя время 12. Солнце только-только поднялось. Все мишеньки обновил. На 100 метров. Пойдем их расстреливать. Блин. Великолепно. Ветер уже почти стих. Вот сейчас, кстати говоря, на этой серии должны получиться неплохие результаты. Потому что прицел я практически уже пристрелял. Ветра? Нет. Ну вот может 1 метр в секунду. Такой слабенький-слабенький. Поэтому показатели должны быть как никогда правдоподобные и четкие. Блин. Надо постараться все-таки попасть со 100 метров одним барабаном в убойную зону. хотя бы сантиметров в 5-6. Ладно. Сейчас посмотрим, получится ли нет. Еще один барабанчик. 100 метров. Сейчас будем стрелять в левую мишень. Горизонт я маленько подредактировал. Подкорректировал. Должно сейчас быть почетче. Стрельба. Так, мишень вижу. Фига, вправо уходит. Уходит вправо. Три, да, патрона я высадил? Ага, три пули. Все. Четко чувствую количество. Ну, блин, так себе. Пытаюсь вам показать работу дальномера. Вот видите, моя мишень 100 метров. Блин. Сейчас. Вот видите, работа дальномера. Фокус не наводится, но ладно. Вот моя мишенька на 100 метров. Блин, да еще сфокусировалась бы, было вообще здорово. 150. Это вот та вот мишень на 150. 154 показывает. Это вот на 80. Видите? Если нажмем, то будут сканировать. Хоп. 19. 25. 58. Вот моя 100 ровно. 154. Так вот клево работает. Вообще. Идеально. Ну, там же до 400 метров. Вот. По факту так. Да, видите, не фокусируется. Прошу прощения, тут как бы сложновато его сфокусировать. Ну, зрачок сопоставить камеру точнее, чтобы все было четко. Вот так вот. Великолепная игрушечка. Работает четко. Прибор поможет мне в будущем. Пойдем проверять. Сейчас камеру установлю. На специальную треножку. И посмотрим вблизи, как пули будут поражать мишень. Мне кажется, это более интересно. Причем смотреть на то, как я нажимаю на спусковой крючок. Правильно ведь? Ладно. Попробую со 100 метров, блин, попасть хотя бы вот в такую зону. Ну, реально очень сложно. Без хорошего упора. Сейчас стол и стул для стрельбы я заказал. Он приедет. Стол под прикольный, с изображением там, в охотничьей тематике. Так что, думаю, мне и остальным понравится. Ну, вот уже более-менее интересно. Уже интересно. Раз, два. Нет, это старый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тренадцать, четырнадцать. Нет, я выстрелил больше. Пятнадцать я выстрелил. Ну, может быть здесь это еще. Френ знает, короче. Ну, вот такой уже более-менее результат. Ведь у нас две чистые. Смотрим. Камеру оставляю здесь. Не знаю, может быть она сколько-то сможет поработать на таком морозе. Вот. И два барабана в эти мишеньки я в сандалю. Все, останавливаю. Камеру оставляю здесь. На самом деле нормально. Вся мишень истреляна. Даже в центр попало парочку. Да, нормально. Ну, разброс все равно сантиметров. Я два барабана вот высадил. Два барабана. Еще чуть-чуть подкорректировал. Сначала влево. Я видел, что все уходило. Потом подкорректировал. Все вправо стало уходить. В общем, но, тем не менее, сантиметров 15. С моими-то недалекими, так скажем, способностями в этом деле. Ну, я считаю, неплохой результат. Вот. Расстояние такое. Ровно 100 метров. Сейчас все это мишень расстреляем. Посмотрите. А на 150 метров ситуация уже совсем, конечно, другая. Вот я барабанчик высадил. Видел, что никуда не попадаю. Вот, подошел. И вот, получается, вот отметка от пульки. Вот расстояние. Представляете? Ну, то есть, ниже на метр примерно бьет винтовка. На более серьезные поправки у меня даже не хватает регулировок на барабанчик, чтобы их сделать. Поэтому пока эта дистанция не для меня. Еще раз поставлю камеру. Тут наставил всяких палочек. Они уже стояли. И камера тут стояла. Но тут было установлено. Но села батарейка. Очень сильный мороз. И я подхожу. Вся мишень в отверстиях. Потом покажу. Но, как бы, камера ничего не записала. Поэтому дубль номер два. Ладно, такие данные. Все, выше пошло. Прицел маленький. Надо, конечно, подкорректировать было. Ну, ладно. Забил еще полный баллон. Так, нормально. Мне кажется, звук барабанов. Какой у меня штативчик. Маленький. Настольный, можно сказать. Ничего, иногда выручает. Как раз сложил. Малышка такая. На самом деле, вот первое... Первый раз, когда стрелял в мишень. Точнее, второй раз. И результаты были несколько лучше. Тут они такие уже слабенькие. Почему? Потому что... Ну, сто метров, да, поставил. Пока, чтобы камера не замерзла окончательно. Она раз уже выключилась. Пришлось бежать до машины. А дышка. И как бы в таком состоянии-то находился, что приходилось быстро-быстро делать выстрелы. И поэтому данные не очень. Но, не знаю, вряд ли меня кто-то будет судить за это. В общем, для меня нормальные показатели. Будем улучшать технику стрельбы. И добиваться еще лучших. Ладно. Все нормально. На 150 пока рано. Не попадаю нифига. Надо учиться настраивать, работать с оптикой. Тогда, может быть, получится. Вот результат, который камера не засняла. Батарея, к сожалению, села. Ну, вот он такой. Потом я на то же место поставил мишень и бегом пробежал до машины. И вот уже такой результат. Видите? То есть... На том же самом давлении. Ну, а тут немножечко физнагрузка была. А здесь в спокойном состоянии. Вот так вот. Ну, блин. Жалко, что не засняло. Это вот лучшие показатели, по крайней мере. Со 100 метров, с двух барабанов. Блин. Клево. Ладно. Будем тренироваться. Так, ребята. Все-таки попробую на 150 метров. Поднял по максимуму барабанчик. Как он называется? Ну, в общем, уровень. И там прицельной сетки достаточно. Попробую поиграть с ней. И, может быть, получится. Потому что я видел, что люди попадают. Все, мишень вижу. Но... Вот оптику 3.18. В принципе, нормально. Даже на 150 метров можно стрелять. Мишень достаточно хорошо видно. Конечно, непонятно, попадаешь или нет. Потому что расстояние большое. Отверстие-то не... Отверстие, конечно же, не видно. С такого расстояния. Блин. Ее правки вообще не взять. Не видишь, куда выпадаешь. Опять идти. 150 метров. Е-мое. Ладно. Вчера бегал на лыжах. Сегодня побегаю пешочком. Пойдем посмотрим. Отверстие отсюда не видно, на самом деле. Сейчас вот покажу расстояние. Ну вот. Ну как тут можно что-либо понять? Как окно закрыть? Так. Ну вот. Ну вот. Моя стрельбище. Моя отметка на 100 метров. Там 150 метров. Ну то есть, да. 100 еще нормально. Вот на 150 метров, конечно же, такое предельное расстояние. Мне кажется. Особенно для этой винтовки. Все-таки, мне кажется, надо с длинным салон для таких расстояний винтовку покупать. Пока дырочек не видно. А нет. Слушайте. Ни хрена себе. Офигеть. Раз, два, три отверстия. Три отверстия. Блин, я вообще в шоке. Офигеть просто. Это вот расстояние. 150 метров. Это вот второй барабан. Первый выпустил. Он шел у меня ниже, куда я показывал. А вот сейчас так. То есть, блин. Одна даже вообще близко к центру. Но я по максимуму поднял этот барабанчик у прицела. Так что вот. Сейчас попытаюсь показать работу дальномера. Вот видите, до машины. 152 метра. 152. До дома. 326. Он такой еще сканирует. То есть, нажимаешь кнопку, держишь, и он постоянно показывает расстояние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова